Рабочий визит в Палевский район, временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский, начал с посещения Медоковского завода. Это предприятие крупнейшее в муниципалитете и славится своим литейным производством. Здесь производят арматуру для железных дорог и линии электропередач, узлы для лифтов, запчасти для сельхозтехники. Делают и всевозможные товары широкого потребления из чугуна. И так давно было закуплено новое технологическое оборудование, которое позволило предприятию сделать шаг вперед. Был решен вопрос по обработке танк-порок. Если раньше мы их обрабатывали на наших грязанских станках, и, к сожалению, нольки часто выходили из строя, это было связано с большим ударом при обработке квадратных изделий, то сейчас мы купили уже станки ДР-600, ДР-800, у которых уже практически не знаем, что такое, и за счет этого удалось поднять и производительность труда. Посмотрел Станислав Искресенский и несколько учреждений здравоохранения. В отделении врача общей практики Майдаковского филиала Палехской ЦРБ свои сложности. Насущная проблема – это санитарный пункт. То есть, вот даже, например, здесь офис большой, и количество санитарного пункта для обслуживания, у нас не хватает санитарного пункта. И скоро получится. По словам временно исполняющего обязанности губернатора, проблемы с медициной характерны для многих муниципалитетов, и в будущем году часть из них предстоит решить за счет средств областного бюджета. В следующем году 40 миллионов рублей дополнительно выделяем по линии высокотехнологичной медицины для приобретения оборудования. Мы сейчас как раз с главным врачом обменялись мнениями, о каком конкретном оборудовании должна идти речь. Я думаю, что прежде всего деньги должны быть направлены на эндоскопы, потому что это отчасти решит проблему выявления рака на ранней стадии. Палеховская средняя школа, которую также посетила в Рио губернатора, пример для остальных. В этом году учреждение вошло в топ-500 лучших школ России за высокое качество подготовки учащихся. Во внимание принимали итоги государственной аттестации и успехи учеников на предметных олимпиадах. В прошлом году в региональном этапе у нас участвовало 12 человек. И 8 стало победителями и призерами. Кроме того, в этом году двое детей наших стали участниками заключительного этапа. И Бикетова Анастасия стала призером заключительного этапа по географии. А вообще с 2012 года мы неоднократно становились призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам. Физическая культура, экология и даже немецкий язык, который у нас в школе не преподается, и девочка изучала самостоятельно. Если ученики радуют, то уровень материально-технического оснащения в школах нет. В том числе это касается учебников. По словам Станислава Воскресенского, ситуация уже скоро изменится. В 2018 году увеличат норматив на одного обучающегося со 186 рублей до 752. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Палех.